Ботсфёрд, рыбацкая деревня на северном побережье Норвегии, далеко за полярным кругом. Это важный центр рыболовной промышленности, хотя живет здесь лишь пара тысяч человек. Это судно выходит в Баренцево море в коротком промежутке между двумя арктическими штормами, в надежде на хороший улов в этих холодных и непредсказуемых водах. Огромная сеть на этом синере может извлечь из воды 30 с лишним тонн рыбы в день. Больше всего рыболовы рады треске. Она продается дороже других видов. Ну и дешевый улов нельзя просто выкинуть за борт. Каждый пойманный вид нужно взвешивать и регистрировать по отдельности. Проверки могут нагрянуть в любое время. И ошибки в отчетности грозят серьезными последствиями, включая крупные штрафы и сокращение промысловой квоты. Но как же взвесить все эти тонны разной рыбы быстро и точно? Обычно рыбаки определяют общий вес путем подсчета наполненных контейнеров. Но на этом судне установлено новое устройство – сканер улова. Он все еще в стадии разработки. Идея – использовать искусственный интеллект для определения вида, размера и веса каждой рыбы на конвейере. Задача – максимально автоматизировать отчетность. Новые дигитальные инструменты на рыбачах могут сделать много больше, чем просто считать их. Европа вступает в свою борьбу против инлегалного рыбача, both at home and around the world. In the next few years, this will lead to major technological innovations in fishery monitoring, control and surveillance. Если данные об уловах занижаются, это может приводить к чрезмерному промыслу, который вредит рыбным запасам и экосистемам. Сканер, который мы видели на борту – часть европейского проекта EveryFish. Им руководит Рэйчел Тиллер из Института Синтов Оушен в Тронхейме. Это непростая инженерность. Чтобы сканерами улова можно было пользоваться, они должны быть надежными и точными. Рыбаки, контролеры и ученые должны доверять данным, получаемым с помощью искусственного интеллекта на борту. Чтобы этого добиться, исследователи EveryFish разработали методы искусственного интеллекта с открытым исходным кодом для идентификации разных видов рыб и оценки их веса. Инженеры тесно сотрудничают с рыбаками. Нужно, чтобы их решения отвечали реальным потребностям и хорошо работали на качающемся судне в холодных соленых морях. Для подсчета улова на небольших лодках исследователи разрабатывают системы компьютерного зрения. Они могут идентифицировать и измерять отдельных особей в беспорядочной куче рыбы. Это позволит сканировать улов с помощью камер видеонаблюдения или даже смартфонов. Эта же технология позволит задействовать роботизированные руки для сортировки и обработки улова, освободив рыболовов от тяжелой ручной работы. Бортовые камеры наблюдения уже используют для борьбы с незаконным промыслом и другими нарушениями. В таких странах, как Сейшельские острова, служба мониторинга регулярно просматривает записи судов, чтобы убедиться, что рыбаки соблюдают правила. В Европе видеонаблюдение должно будет соответствовать строгим законам о конфиденциальности и защите данных. ЕС скоро потребует обязательной установки спутниковых систем слежения на всех рыболовецких судах. Такие трекеры помогают сотрудникам Европейского агентства по контролю за рыболовством в испанском ВИГО следить за промыслом и координировать инспекции. Судов с трекерами будет становиться все больше, и центром контроля придется обрабатывать растущие потоки данных. Компьютерные алгоритмы помогут их фильтровать, выделяя главное. Компьютерные алгоритмы помогут их фильтровать. Цифровые камеры и искусственный интеллект становятся ценным инструментом для контроля за рыболовством. Но эксперты предупреждают, техника имеет ограничения и может давать сбои. Стремясь к ужесточению контроля, ЕС сочетает новые технологии с традиционными инспекциями. Увеличение потока цифровых данных призвано делать рыболовство более экологичным и честным. Цифровые технологии дают рыболовам удобные инструменты, чтобы можно было больше ловить рыбу и меньше заполнять бумаги. Они помогают ученым найти новые способы защиты здоровья океанов. А инспекторам рыболовства гарантировать, что рыбы в море хватит еще на долгие годы. Редактор субтитров А.Семкин